Всем доброго, бодрого, раннего утра. Время сейчас 5 утра. Спросите вы, чего-то так рано подскочило. Я вам расскажу. Кирюша едет на соревнования. Едет он с группой поддержки, с папой и с Кариночкой. Я бы, честно говоря, тоже бы очень хотела поехать, но не получается. Ранний подъём за то, что они выезжают, рано. А я так хочу спать. Чёмочка так сладко супит и вывозьтесь, обняла. И спала бы сейчас самый сладкий сон. Но нет, надо вставать. Когда мне не хочется так рано встать, потому что я вчера легла очень поздно спать, я всегда говорю о том, что кто рано встаёт, тому Бог даёт. И у меня сразу появляется энергия и сила встать и делать дела. Папа уже разбудил Кирюшу. Кирюшка уже в душе. Всё, иду их собирать в дорогах. Едут они, кстати, в город Симферополь. Кирюша вчера целый день тренировался. Говорит, я хочу победить. Я говорю, ну, маша-лах, хорошее стремление, хорошая цель. Так, пора уже закрывать обувные полочки. Они у меня всю ночь проветривались. Ой, как мне нравится это за утреннее пение птичек. Такой релакс. Класс. Здесь настройка так активненько продвигается. У меня отчим работает в этих домах. Он кладёт плитку, он плиточник по образованию. Он говорит, очень маленькие квартирки. Особенно, говорит, однокомнатные, такие миниатюрные. Здесь я постирала обувь. Сохнет всё. Сегодня надо будет уже досушить. Борец готовый. А что очки ты так рано надел, Кирюша? Ещё солнца нету. Стильный спортсмен. Да. Да? Ну, ты готов к бою? Да. Точно? Ты вчера тренировался? Да. Да, ну давай сейчас отжимайся. Готов? Давай покажи, как ты отжимаешься. Корешка собирается уже. Ты в это решила в футболке ехать? Это мокрое, что-то немного. Да? Да. А на кулаках вы отжимаетесь? Да. Ну, ниже, наверное, надо. Или нет? О, молодец. Сколько раз ты должен отжаться, Кирюша? Тридцать. Тридцать? Да. Вперёд. Молодец. Кореша, ты так можешь? Нет. Ну, ты девочка. Нящая учительница физкультуры разрешила на коленях отжиматься. Не сдавай учительницу физкультуры. Молодец, умница. Только девочка мальчика будет. Ну, правильно, мальчики, он должен отжиматься. Машаллах. Ниже, ниже чуть-чуть, Кирюша. Ребёнок вырос. Кирюша, белый я. Перепутал. Чёрный, с белым. Только дверь я не закрываю, пусть проветривается. А Карина отжала мои новые кроссовки. Не закрывай, пусть проветривается. Холодно. Не холодно. Так, ребёнок вырос. Всё. Мама всё отбирает. Только аккуратненько срезай бирочки. Аккуратненько. Аккуратненько прям. Стараюсь. Так, и всё, и потом бирочки выбросил. Ребок. Ребок. Сегодня Карина, подружка, уходит на день рождения к однокласснице. Карина говорит, мне будет скучно. Папа говорит, ну поехали с нами. Дядя, они дошнуровали. Ой, прям дошнуровать тебе сложно. А вот в Adidas всё дошнуровано. Да ты что? А мне Ребоке больше нравится. Ну хотя Adidas тоже от Амкида, кстати, классная, надо будет купить. У нас не один размер ноги. У меня вообще нога маленькая. А небольшая? Ну небольшая у тебя тоже, нормальная нога. И это очень удобно, что один размер ноги. Можно вот так вот от дубов покупать на двоих. Так, вот эту футболку... А, знаешь, что она влажненькая? Я же отпаривала её. И пар, да, там, немножечко. Ну покажи, как они на ножках смотрятся. Ну, мне кажется, вообще очень круто смотрятся. Ну поверни сбоку. Офигенно. Офигенно? Да. Не хочу заходить в комнату, где спит Камилочка, чтобы её не разбудить. Поэтому у меня такой небрежный хвостик умылось. И пока мои малыши спят, хочу немножечко расслабиться, поухаживать за собой. Сегодня буду использовать вот такой вот пилинг. Это оливковый пилинг. Он используется и в летнее время. Выровнять нам нужно немножечко тон кожи. И с этим хорошо справляется именно пилинг. Девочки, не забывайте про себя. Ухаживайте за собой. Находите время для себя. И тогда вы почувствуете весь кайф жизни. Потому что если вы будете забывать о себе, то вы забудете и о своей жизни, и не будете кайфовать. Сладенькие ножки и ручки Тёмочки. После спа-процедур у Тёмочки воздушная ванна. У него воздушная ванна и без подгузников тоже. Потому что 24 часа в подгузниках нереально находиться. И не нужно этого делать. Нужно от них тоже отдыхать. Сейчас у Тёмочки будет массажик. Мой сладкий. Давай на бочок, на бочок, мой маленький. Полежи на бочко. Ой, мой сладкий. Ой, мой сладкий. Мой хорошенький мальчик. Давай ножками, ножками, ножками. Молодец, молодец. Да посмотри на свои ручки, что ты... Нет, я... Вот смотрите, что она делает. Берёт чью-то руку и начнёт себя бить. Так не дай бог, кто-то увидит на улице или какая-нибудь баба сразу напишет в опеку, как будто мы её избиваем. Камила, ты посмотри, что ты делаешь с ручками. Вот ты посмотри на свои ручки. Я её поругала, что у неё в последнее время привычка разгрызать футболки или вот здесь, или вот такие вот дырки делают. И все в футболке так порвала. И вся в мать. Не любит, когда ей делают замечания, сразу начинает плакать, нервничать. И вот разгрызают вот так вот руку. Еле успевала у неё отобрать руки. Нельзя кусать свои ручки. Я тебе уже сколько раз говорила. Нет, не надо убегать. И сразу убегает она. Понимает, что её ругают. Нет. Нельзя убегать. Ты будешь слушать маму. Ты почему так делаешь? Ты посмотри на свои ручки. Сразу убегает. Девочки, если у вас грубые стопы, то я вам рекомендую присмотреться вот к такому бальзаму для стоп гладкие пяточки от Фаберлик. Это XXL размер. Он вот так вот. Но я его разрезала, так как у меня там уже осталось немножечко. Очень крутой продукт. У меня у самой такие грубые пятки. Хотя я хожу на пятикюр периодически. Раз в месяц точно, круглогодично. У мужа вообще очень грубые пятки. Поэтому такой вот бальзам. У нас использование на постоянной основе. Раньше были маленькие тюбики. Сейчас делали их побольше. Знаете, уже так опытом. Мы с удовольствием покупаем и пользуемся. Поэтому вот просмотрите, особенно на лето, когда открыта обувь. Такой бальзам просто необходим. Сейчас буду развлекаться. Мне надо помыть в комнате у Кирилла окно. В последний раз я его мыла, когда была беременная. Вот. И здесь вот уже, видите, капли дождевые, но и грязь, пыль. Меня это просто раздражает. Не могу смотреть в грязные окна. Поэтому сейчас буду мыть. Использую старые футболки мужа. Лучше всего отмывают окна. Не знаю, что у меня здесь такое на блок-аутах. За время моего отсутствия сейчас принесла такой вот спрей, универсальный жидкий пятновыводитель. Попробую им удалить. Я уже принесла влажное полотенце. У нас здесь ничего не отходит. А, сейчас на стекло потечет. Девочки, если что, напишите, чем можно это все дело удалить. На улице ветер, и я смотрю, люди тепло одеты. Но солнышка нету. Май месяц в этом году в Крыму, конечно, никакущий. Кто в домик спрятался? Кто в домик спрятался? Пимпочка, сейчас будем с тобой заниматься. Она, походу, засыпает. Как заниматься? Сразу Камиле засыпает, или истеричит, или ей хочется есть, или прячется. В общем, Камил, вставай, давай. Что бы выбрать сегодня для занятий? Что у нас такое разнообразие всего? Сейчас буду что-то придумывать. Кто-то мне здесь все пораскидывал. Сейчас надо будет это все немножечко прибрать. Ого-го! Кто здесь мне деловка натворил? Наверное, Кирюха здесь лазил. Вот эта шишечка уже все, каюк ей. Вот эти вот банки собираем, мы с ней учимся открывать. Видите, они разного диаметра, крышечки. И вот эти тоже для развития мелкой моторики очень круто. Вот такая вот крышечка. Все наши занятия начинаются в первую очередь с развития мелкой моторики. Также Камилочка ходит на занятия частным образом, заниматься к психологу. И они там тоже постоянно начинают свои занятия с развития мелкой моторики. Перекладывай давай желуди. Спасибо огромное Танюшке, которая мне подсказала собирать природный материал и использовать его в занятиях. Ну вот смотрите, так вот можно собрать желуди. Вот значит, задача перекладывать их с одной мисочки в другую. И плюс она еще эти пальчиками их постоянно катает. Это развивает мелкую моторику. Бери давай. Нет. Мы сначала занимаемся, зайка, а потом ты немножечко отдохнешь и дальше продолжим занятия. Бери желуди. Давай ручкой. Давай, моя зайка. Так вот. Мни. Перекладываем. Оставляй здесь. Не хочешь, ты сюда и хочешь положить. Зайка, давай другую ручку. Нет. Камилочка, надо заниматься. Ну куда ты? Давай, позанимаешься? Нет. Нет. Так дела не пойдут. Нет. Пугать меня укусами не нужно. Иначе останешься сегодня без мороженого. Давай. Мы с тобой поперекладываем желуди. Давай. Давай. Молодец. Умничка. Давай. 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 Вот так вот собрать ее чуть-чуть. Смотри, зайчик. Ой, сколько залудей. Да, давай сюда перекладываем. Вот так. Нет. Не убегай. Нет. Нет. Да, пойдем. Пойдем, моя лапочка. Давай присаживаемся. И занимаемся. Смотри, мама перекладывает. И ты перекладывай. Видите, нету вот этого понимания, что нужно сжать кулачки, чтобы набрать и высыпать. Мы сейчас над этим работаем. Жрочек, что ли, проверяешь, Камя? Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Нет, мы не убегаем. Нет. Подождем. Нет. 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 Давай, присаживайся. Переложи желуди, потом побежишь. Давай. Сделал дело. Гуляй смело. Камя. Нет. Нет. Присаживайся. Давай. Давай. Давай, ручку. Давай, давай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я вообще не сильна в этих вопросах, но то, что я делаю, я с вами готова делиться Мы первую выплату оформили, но еще ее не получили Когда мы оформляли свидетельство о рождении в ЗАГСе, нам дали еще какую-то бумажку на мужа В общем, так как он работающий, я не знаю, можно ли это оформить не работающим, вообще ничего не знаю Я же говорю, я по этим выплатам вообще не сильна, не знаю, какие выплаты положены У меня вот соседка, она молодец, она все выплаты оформляет И вот я у нее консультируюсь, что можно оформить, и она мне вот рассказывает Значит, муж отвез эту бумажку своему бухгалтеру И там ФСС должны ему, как работающему, выплатить единовременную сумму Если не ошибаюсь, то ли 20, то ли чуть-чуть больше 20 Вот, а еще также мне сказали, что можно оформить до полутора лет Это в пенсионном фонде нужно оформлять И до трех лет в управлении труда и социальной защиты Я еще ничего из этого не оформляла Ребенку уже будет месяц Вот, еще даже документы никакие не собирала для этого всего Но у меня есть полгода, насколько мне известно Для того, чтобы это все оформить Потом буду это все оформлять Если вы знаете, какие можно выплаты оформить Обязательно напишите Еще и напишите, желательно, где их оформлять Я знаю, что какие-то вот тут можно оформить через госуслуги Какие-то нужно ехать и оффлайн оформлять В общем, и вы мне напишите, какие льготы Ой, какие выплаты Ну, да, и льготы тоже положены Да, для многоделанных Я вообще никакими льготами не пользуюсь У нас только чем мы пользуемся Это по инвалидности парковка Все, больше мы ничего не оформляли Забрала заказ с сайта Valberis За несколько дней до окончания учебного года Карина потеряла книгу по истории Говорит, да ладно, класснику То ли он ей не вернул То ли она его где-то потеряла В общем, факт в том, что его у нее нету И пришлось покупать, чтобы сдать в библиотеку Так как на следующий год ей не выдадут учебники Стоит такой учебник 680 рублей Такой небюджетный, да Заказала для себя две пачки краски Гарнир Color Sensation Я уже брала несколько раз Мне красочка нравится По цене она бюджетная Но качество краски превосходное Не портит волосы Благородный черный красивый цвет Долго не смывается Несмотря на то, что я мою волосы каждый день Также взяла свои любимые салфетки бренда Lavolar Они мне очень нравятся Мне про них рассказала моя соседка Спасибо ей огромное Я их покупала по 352 рубля По 327 рубля Это была скидка по 302 рубля Здесь в упаковке три пачки В пачке 64 штучки Впереди активное лето И салфетки влажные Лишними не будут Поэтому взяла по такой хорошей цене Ну и решила себя порадовать Заказала себе из новой коллекции Рибок Такие вот кроссовки Они очень красивые Сейчас лавановый цвет в тренде Ну и мне кажется очень так ярко Красивенько Смотрю, цех уже померила Они очень-очень классные Ой, такие мужи большие И в каждой женщине Которая ждет малыша Или которая хочет малыша Желаю вот такой комочек счастья Дети это на самом деле огромное счастье У каждого, конечно, счастье свое И у меня вот эти вот мои комочки Все мои четыре комочка Да? Мы сейчас бодрствуем уже все больше и больше Он же изучает любителя так Чтобы его столбиком носили Ты че якаешь? Ой Ой, Тюмач Разглядывает все Ему все интересно Ой, Тюмач, сладкий И мамина любовь Ой, мой хороший Детки, счастье быть мамой Кто не испытал это еще чувство Я вам всем желаю это чувство испытать Да? Вот таких вот Малышей, малышей, малышей Карандаши Малышей, малышей Малышей Сладкий? Сладкий? Камя завернулась как в кокон И уснула Вот только так спит Дальше чем укрыться Нет, выкидывает У меня есть время Мне надо сейчас помыть Вот эту вот всю полку Хорошенечко от пыли Потому что пыль летит Вообще неимоверном количестве Протираю раз в неделю И все равно Очень-очень много пыли Чтобы пыли не дышать Нужно постоянно ходить С тряпкой Влажно все-все-все протирать Это, кстати, башня из камня Очень классная для развития детей Девчонки Вот Присмотритесь Так, здесь у нас еще что? Такая вот Деревянная башня Тоже классная штука Вот этот вот планшет Магнитный для рисования Тоже Кириллу очень нравится Вот такая вот игра Нам Анютка присылала Мы зимой всей семьей играли Так что у меня здесь по констоварам Из остатков Тетради Кстати, я беру цветной картон Такой вот Каждый день фирмы В Ашане Он дешевый Но Зачем платить за такие вещи Много, да? Его уходят Расходник такой Цветная бумага Два альбома В общем, надо уже, наверное, потихонечку Запасаться Констоварами Чтобы к сентябрю уже все купить Этот ребенок нигде не пропадет Укрылась Пимпочка Машала, конечно Так и надо, Камила, в этой жизни Я ее потеряла Думаю, где камень? Захожу сюда А здесь она укрытая лежит Вот так вот Спит Ура, ура, ура Сейчас это свершится Я бегу на педикюр Я же еще беременная была Записана на педикюр Должна была идти Перед родами Чтобы сделать педикюр Постричься, покраситься Маникюр Все сделать Но наш сыночек Решил по-другому Поэтому я не смогла пойти Потом пять дней в роддоме Пока туда-сюда В общем Бегу только сейчас Это такая радость Что я привыкла делать Каждый месяц А я прям В общем, пунктуально все это делала А это немножечко запоздало И прям как-то так не кайфово За второе Рыбакович Клементий Так, у нас готовится Юзветка Руслан Ибрагимов Мухамед За ними Сверху Приехал мой борец Соревнования Целый день Его не было Рано утром проснулся Уехал Красавчик Ну рассказывай Тебе понравилось? Да Занял Третье победное место А дай диплом покажу Я тебя поздравляю Ты денежку свою спрятал В копилочку Мы ему за соревнования Даем денежку Он собирает Хочет купить телефон Сегодня был турнир по армейскому рукопашному бою И в память о Медхан Султана Это герой Советского Союза Нашей национальности Мы очень чтим Мы гордимся Поэтому сегодня в память о Медхан Султана Провели турнир Ты молодец Я тебя поздравляю Сыночек Еще один дипломчик Твою копилочку Корич, ну как тебе понравилось на соревновании? Да Много народа было? Кстати, почини Камилу Где, пожалуйста, штаны Камила, такая худышка Столько ешь Такая худышка Ты, наверное, ведьма Она ест больше меня в расторг Да, она больше нас всех ест Она со всеми на кухню ходит Она никого не пропускает мимо Нет, нет, нет Пузо вообще она себе отъела Худышко, но пузо есть Сладкая, Камя? Ты сладкая? Ну, раз ты на сегодня, знаешь, сладкая, да? Че вас папа кормил, Карина? И все нас водил Да, и че вы ели? Я выбрала чизбургер Папа какой-то классный бургер А еще я выбрала снеки Классные А Кирюша че купили? Чизбургеры и снеки тоже мои Я поделилась с ним Че еще ели? Все Пепси пили? Да, и все Понятно Ты чего балуешься? Кстати, Карина Теперь на Валбере заказы будем делать меньше Знаешь почему? Теперь там такой прикол В общем, если тебе что-то не подходит И ты возвращаешь обратно То ты за каждую вещь, которую ты возвращаешь Ты платишь 100 рублей Мне, кстати, об этом не сказали Я вчера одну игрушку, которая мне не понравилась Для Темы, еще вернула обратно Интересно, с меня сняли 100 рублей или нет Но мне даже не предупредили на пункте выдачи Вот как заказывать одежду, обувь Наверное, у них заказы сейчас вообще уменьшатся Так что на Валбере пока Заказывать будем только то, что мы будем Ну мы же столько не заказываем Мы заказываем 2-3 пары только И то мы практически всегда все выкупаем У нас большой процент выкупа Ну, нафиг будем внимательнее с этого дня А, ну не то, что внимательно А если вот тебе кажется, что вот оно все идеально А не нравится, неудобно Кстати, как все в новых кроссовках? А в дом где? Карина у меня взялась кроссовки на сегодня Удобно? Еще один, а всегда Удобно? Ага Не идете с Манечкой гулять? Нет Дома будешь? Да Ну, отлично, будешь маме помогать Кстати, по поводу того, что мы Карину Там заставляем смотреть за Камилой, за Темой, чем Там дома все делать Не, неправда У Карина есть свое время Сегодня она с утра уехала Идет с подругой гуляет С подружками ездит С другими подружками гуляет Потому что не переживать Карин Ну скажи ты, мы тебя заставляем что-то делать? Нет Я ничего не делаю Ну почему? С Темочем сидишь? Периодически? Темочка очень любит кариненные руки Я его складываю обратно Он любит твои ручки Любит свою сестричку Он ей так улыбается На, Темочка любитель ручек